Знаете, друзья, хотелось поговорить о том, что на нас влияет. А на нас влияет очень много. Я хочу говорить о слове, о информации. О том, что на нас влияет. Знаете, на нас очень часто влияет то, что сказали наши родители, то, что сказали наши учителя, то, что сказали политики, то, что друзья сказали, да? Что ты лох. И ты это принял глубоко в сердце. Знаете, на прошлом служении мы говорили О картинах, которых мы видим Но эти картины, они появляются из информации Знаете, в Библии написано, что Слово стало плотью и обитало с нами Полная благодать Знаете, сам Христос, Он является Словом Он является Словом В Которое в твоей жизни Может Он До сих пор еще не стал плотью Знаешь, может Для тебя Иисус это просто информация Это пустой звук А для кого Иисус пустой звук И для кого Ну это здорово Смотрите В Библии написано, что Слово стало плотью И обитало с нами Знаете, Бог явил свою любовь Во плоти и показал людям Вообще вот такое, какое Я Знаете, люди очень часто рисовали Бога Или представляли и говорили о Боге Как будто бы Он такой Каким Он не являлся на самом деле Знаете, во времена Ветхого Завета Были пророки Наподобие языки Которого не сильно как бы Ну как бы его уважали Но не все любили слушать его Он для них Ну не совсем Приятный был человек Потому что он говорил им жесткие вещи И он обличал Но были лже-пророки И пророчицы Там написано про этих женщин Что у них были Такие колдовские мешочки Под мышками И Они колдовали И призывали к себе разные души Короче, они имели колдовскую силу И людям это очень нравилось Знаете, что сейчас Людям очень нравится Все вот такое сверхъестественное Знаете, наш Бог Он сверхъестественный тоже Он сверхъестественный Знаете, и людям так нравится Быстро что-то получить Какую-то информацию Ну на чем-то стоять Чтобы им кто-то что-то сказал Чтобы им что-то кто-то попророчествовал Хорошее Только хорошее Люди не хотят ничего плохого Про свою жизнь Слушать Знаете, мы так не хотим Слушать тех людей Которые говорят нам информацию Которая нас ранит Да? Ну Мы не хотим испытывать боли Мы не хотим испытывать дискомфорт А знаете, как в Библии написано Что Обличение На самом деле оно полезно тебе Это как драгоценный елей Который никогда не повредит голове твоей Написано Мудрый обречитель Написано Почему написано Не обличай глупого Не обличай глупого Потому что приобретешь себе пятно Обличай мудрого И что? Он станет мудрее Он станет твоим другом Знаете, почему в Библии написано Начало мудрости Страх Божий Вера Она от слышания А вера Она может быть разная Да? Кто-то верит в свои силы Ты веришь в свои силы? Что ты все можешь? Что ты всемогущий? Как Кто там Фильм Кто там всемогущий? Как его звали? Брюс Веришь Что ты такое? Нет? Знаете На самом деле На самом деле Бог только всемогущий И у Него есть слово жизни Которое может исцелить твою жизнь Но мы Не готовы Или мы не хотим Как бы Принимать какую-то информацию Которая нас ранит Знаете К Киеву приходили люди Которые Говорили ему Как бы от Бога И он их называл Бесполезные врачи Но он называл их Бесполезные врачи Потому что они говорили ему Мудрые вещи Но они не были Заряжены Богом В этих словах Не было исцеления Знаете На самом деле Бог пришел Чтобы Знаете для чего Бог пришел? Для чего он вообще Сына своего послал? Для того чтобы взыскать Найти погибшее И дать людям выход Дать им слово То слово На котором ты можешь стоять Те обетования На котором ты можешь стоять Знаете Почему в Библии написано Что глупый Он строит Свою жизнь на песке Знаете Люди Свою жизнь Они все равно На чем-то основывают У них есть Определенная информация То на чем они стоят Знаете Как кто-то сказал Кто владеет информацией Тот владеет Да? Владеет миром? Ты чувствуешь Что ты уже владеешь Миром? Что ты узнал? Знаете Ту информацию Которую дьявол Принес Еве И ее Кругозор расширился И Адама Они не стали Владеть миром Знаете В Библии написано Что умножится Знание Информации На самом деле Очень много В интернете Много информации В интернете Есть информация Как тебе уйти Из жизни Красиво И легко В интернете Есть информация Как хорошо Если ты чувствуешь Себя девушкой Но ты мужчина Сменить А Можно и пол сменить Эта информация Очень много Для чего? Чтобы расширить Твой кругозор Чтобы ты узнал Намного больше Чего ты когда-то Не знал И почувствовать Те ощущения Которые никогда Не чувствовал Знаете Люди Готовы Платить цену За информацию Которая их убивает Они так Знаете Люди так созданы В описании написано Глупо идет вперед И наказывается Людям так нравятся Сладкие слова Знаете Есть Даже не знаю Как сказать Ну короче Когда девушка звонит Это как называется Секс по телефону И она ему говорит Какие-то слова И с ним что-то происходит В этот момент Она ему говорит Какую-то информацию Про себя рассказывает Про него рассказывает Да И это слово Оно производит Какое-то действие Оно имеет силу Да Знаете Когда блудница Вышла на дорогу Она молодому юноше Говорила Пойдем со мною И она ему говорила Тоже определенные вещи Определенные слова Которые одурманили Его голову И те слова Которые проникали Все Он одурманил И те слова Они просто Произвели Разрушительное действие И написано Что он пошел за ней Как олень на выстрел Пока стрела Не пронзит печень Его Знаете Так часто Особенно в молодом возрасте Ну в подростковом Особенно возрасте Что мы склонны Как бы искать Определенных Таких вот Острых ощущений Острых ощущений Вот что-то новенькое Вот такого еще не было Вот такого еще не было Вот это мне надо попробовать И тем более Говорят в интернете Что это круто И мы это делаем Знаете Что Больше всего Вот в игры играют Вот эти вот Не взрослые люди А подростки Знаете Кто больше всего Склонен К знаниям Ну кто больше всего Принимает информацию Знаете В Библии написано Что Ты станешь Мудрее учителей Твоих Да Ну знаете Что молодежь Она на самом деле Склонна к познаванию Но когда человек Старше становится Он склонен К тому Что он уже все знает Ну знаете Ну молодежь так Сознана Что Ей нужно Много информации Почему написано Наставь юношу В начале пути И ту информацию Которую ты получил В начале В принципе Она тебе поведет И по жизни Как правило Человек Лет до 30 Наверное Может чуть больше Он учится И потом Чему научился Эта профессия Его как бы кормит Те знания Которые у него есть Знаете И так часто Люди Которые в своей жизни В самом начале Начали очень неправильно Он получил Неправильную информацию Допустим Да Вот он видит Что его друзья Курят коноплю И он тоже Курит коноплю Он видит Что его друзья Занимаются Такими вещами И он Это делает Почему? Потому что он находился В этом кругу И эта информация Она его пропитала Ну и ты становишься Таким Чем тебя сделала Эта информация Твои друзья Которые тебя окружают Ну так вот Мы обратимся Сейчас к Библии Есть такой пророк Языкиль Если даже вы не считали Я вам прочитаю О нем Тридцать Третья глава Если у кого есть Библия Можете открыть Можно седьмого стиха И ты, Сын Человеческий Я поставил стражи Дому Израилевую И ты будешь слышать Из уст моих слова И вразумлять их от меня Когда я скажу Беззаконнику Беззаконник Ты смертью умрешь А ты будешь Ничего не говорить Чтобы предостеречь Беззаконника От пути его То беззаконник Тот умрет за грех Но кровь его Взыщу от руки твоей О чем здесь написано Языкиль был Особенный человек И он имел Близкие отношения С Богом Знаете Та информация Которую ты получаешь От Бога Оно ведет тебя В судьбу Оно ведет тебя В призвание Оно подымет тебя Над обстоятельствами Оно подымет тебя Над этим миром Знаете То слово Которое получил Ной От Бога Знаете Кем оно его сделало Знаете Ной Кто знает Кто такой Ной Все люди Хотели слышать Другую информацию Все люди Хотели слышать О том Что К примеру Как быстро похудеть Чтобы ничего не делать Как быстро заработать Чтобы тоже Ничего не делать Знаете На чем реклама Часто основана Ты хочешь Работать Или зарабатывать Вот ты хочешь Работать Или зарабатывать Вот такая вот реклама Конечно Зарабатывать Я хочу денег зарабатывать И так часто Знаете Мы хотим Слышать эту информацию И люди клюют Знаете Клюют на то Что как бы Чтобы сразу Раз и все Мы хотим Очень дешево Купить очень хорошее Но оно так не получается Ну не получается Знаете Бог заплатил цену И Он не купил тебя На секонд-хенде Он не торговался Он не торговался За тебя Ты знаешь это Он заплатил тебя За самой дорогой ценой Так часто люди Торгуются в церкви Они торгуются В служении Они торгуются Как бы А что я готов Для Бога сделать Да вот этого достаточно Вот этого достаточно Тебе не надо Тебе не надо Сильно Как бы так вот Сильно быть верующим Вот этого достаточно Знаете Мы слушаем Разную информацию И в соответствии С этой информацией Мы живем Почему написано Начало мудрости Страх Божий Знаете Вот этот пророк Езекииле Он выбрал себе Ну как бы Невыгодную позицию И ту информацию Которую он получал От Бога Он говорил людям И люди Отвергали его Они не хотели Его слушать И он это четко понимал Смотрите 30 стих А тебе Сын человеческий Сына народа твоего Говорю У стен В дверях домов Говорят Один другому Брат брату Пойдите И послушайте Какое слово Вышло от Господа И они приходят к тебе Как на народное сходище Садятся Пред лицом твоим Народ мой Слушают слова твои Но не исполняют их Ибо они В устах твоих Делаются Из этого забаву Сердце их Увлекается Закоростью И вот Ты для них Как забавный Певец С приятным голосом Хорошо играющий Они слушают Слова твои Но не исполняют О чем здесь написано Знаете Тут описано О церкви Это люди Это Божий народ Израиль Они приходили Кезекииле Они его уважали Но в то же время Они не исполняли То что он говорил Потому что они Предполагали То что он говорит Это будет еще Очень и очень Нескоро Очень и очень Нескоро И они Больше Почитали пророков Которые говорили им ложь Которые говорили им лесть Для них это Ну Это то что им нравилось Это то на чем они Ну строили свои жизни Знаете В Библии написано Что весь мир Он лежит во зле Что люди ходят во тьме Люди готовы Друг другу подражать Люди Друг от друга Принимают славу Но они не готовы Слушать истину Которая освобождает Люди больше Привыкли к рабству Знаете В Библии написано Что в последнее время Люди будут более Сластолюбивы Чем Боголюбивы Почему Потому что информация Влияет на тебя Влияет на тебя Окружение Которое вокруг тебя Оно влияет Почему Бог говорит Остановись и познай Познай Знание Знание о Боге Оно делает тебя Выше Вообще Всего мира Оно делает тебе Выше обстоятельств Знаете Если весь мир Лежит во зле Бог он Не лежит во зле Если ты с Богом Если информация Божия на тебя Влияет Твоя жизнь Будет Ну ты будешь Отображать Образ Божий То слово Которое ты принимаешь Это основание И ты на нем Будешь стоять И твоя жизнь Она будет меняться А кто вообще Получал Или А кто вообще Слышал Когда Бог Что-то говорит В его сердце Было у кого-то Такое Знаете Ну знаете Так часто бывает Что мы Как в Библии написано Забывчивые слушатели Мы Мы забываем Мы забываем Что Бог Нас любит Мы забываем Вообще О своем призвании Потому что Информация Которую мы получаем Из мира Оно Прикрывает Все Вот телевидение Интернет Много-много-много Информации Которая просто Забивает Все что Бог Тебе говорил И оно становится Таким тусклым И неясным Ну Невидным Знаете Раньше Такие вот А может и сейчас Такое происходит Люди в Нигерии Вот рэп Откуда пошел От черных Людей Эти люди Как правило Колдуны Они считали рэп И если надо было Справиться с кем-то Они Зачитывали Зачитывали Они брали слово Ну не вот это Они брали слово На поражение И Зачитывали своего врага Они считали рэп Вот так Друг перед другом И кто Откуда это пошло Но сейчас Есть ребята Которые читают Рэп И прославляют Бога Знаете Твое слово В твоих устах Оно делает тебя Кем-то Или делает тебя Никем Те слова Которые ты получаешь От родителей Даже сам на себя Ты говоришь Какие-то вещи Ты формируешь Ты формируешь Свою жизнь Кем ты являешься Знаешь Если ты будешь Свою жизнь Говорить Позитивные вещи Даже если они Ну на данном этапе Этого не видно Информация о нем Была совершенно Тоже противоположная О нем говорили Что он сектант Что он изгоняет бесов Силой Бесовского Да О нем много было клеветы Ну знаете Что его держало На плаву Говорит Я ничего не творю Пока не увижу Отца Творящего Знаешь Все что тебе нужно Получить слово От Бога Говорит Я ничего не творю Пока не увижу Отца Творящего Проблема верующих В том что Они не ищут Бога Ну Они не хотят Платить цену Они не хотят Слушать Слово Божье Знаете Слово Божье Оно подымает тебя Оно делает тебя Подобным Богу Когда ты смотришь На что-то Ты становишься подобным Ты слушаешь Допустим Что ты слушаешь Группу Король и Шут Кто слушает Вот Ты становишься Подобным Ну Хочешь Не хочешь Да Ты можешь Говорить Да не Не может быть Такого Я не Не похож на них Ну Та информация Вот я слушал Ляпец Трубецкой Да Накрашенная Ненакрашенная Страшная Та информация Которая вот Ну Мне нравились Эти песни Почему Я так жил Вот так вот Ну я так жил Я Как негодяй Почему Потому что Потому что информация влияет Слово оно влияет И слово Ну Знаете Гитлер Он был очень сильный оратор Он был Заряжен Бесами И Перед своей Ну как Не проповедью Перед своей речью Он подготавливался И он знал Как начать Как закончить Как сделать И вся его речь Она была Ну Не просто слова В них была сила Потому что Он поклонялся Сатане И во время того Когда он Начал свою речь Он начинал Очень спокойно Потом Все Громче И в конце концов Он доходил До пика Такого Экстаза И Те люди Которые были рядом С ним Они говорили Что он получал Как бы Как сексуальное Наслаждение Когда он Толпу держал Вот так вот Под контролем И толпа Ощущала Такие же действия Этот человек Имел силу Но не Божью И то слово Которое он нес Оно приносило Разрушение В жизнь Людей Ему не нужны Были женщины Потому что Он получал Удовольствие От того Что он Владеет Толпой Вы слышите меня? Многие рок-группы Которые Ну Сатанинские группы Они Они имеют Влияние На толпу На мозг Подростка На мозг Молодого человека Почему Многие группы Именно Они направлены Не на взрослых людей Они больше направлены На молодежь Потому что молодежь Она более восприимчивая Она восприимчива К образам Восприимчива К информации Вот эти мультики Как там Они Аниме Журнал называется Бунтарский возраст Информация о том Что Как убить Своих родителей И дети это читают Это смотрят Эта информация Проникает в тебя В ребенка Ну в подростка И ты живешь В соответствии С такими образами И с такой информацией Почему? Потому что Ты другого не знаешь Бог говорит Познайте истину Истина сделает вас Свободными Написано Что весь мир Лежит во зле Что князь этого мира Сатана И он распространяет Свои листовки Свою информацию Свои журналы Для чего? Чтобы тебя Разрушить Чтобы то слово Которое попадает В тебя Оно убило тебя Есть слово Написано Слова мудрого Как вбитые гвозди Да Есть слова Есть слова Которые Исцеляют тебя Написано Глупый Уязвляет Хуже Чем Мечом Вы знаете Что словом Можно убить Чем занимаются Колдуны Они берут Слово И убивают Человека Убивают душу Физически Словом Словом Можно убить Вы знаете Словом Также можно Исцелить Знаете Иисус не был Колдуном Но он вас решал Мертвых Чем Словом Он подошел И Когда Лазарь был Во гробе Он говорит Я не для себя Говорит Ну для людей Чтобы они увидели Он дал им пример Говорит Отче Вот Лазарь Выйди вон Он мог бы Тихонечко шепнуть Говорит Лазарь Выйди вон Он специально громко Это говорил Говорит Для того чтобы люди Увидели пример Это было слово Слово Которое было Во власти Бога Иисус это видел уже И у него была на это власть Это слово было Со властью Написано что ученики Они проповедовали Евангелие Как власть имеющие Знаешь Евангелие может быть В твоих руках Оно может Быть буквой Которая убивает Но То откровение Которое получил ты От Бога И стал на этом Это то что тебя подымет Это то на чем Ты будешь стоять Знаешь Если ты болеешь Если Кто-то там получил Откровение Что я не умру Но буду жить И возвещать дела Господни Ты стоишь На этом основании Ты видишь Свою победу Что ты исцелен Когда ты Молишься за К примеру Я не знаю За своего мужа Который алкоголик И ты Провозглашаешь в него Хорошие вещи Не говоришь на него Гадости Но говоришь Что он Будет проповедовать Евангелие Ты Начинаешь Увидеть Знаете Гитлер Понимал Слово Провозглашение И утверждение Он говорит Люди больше поверят Лжи большой Чем маленькой Если ее повторять Достаточно Часто Знаете Все что Сатана делает Он делает Все то же самое Что Бог Только полностью Наоборот Он берет Те же принципы Провозглашение Провозглашение Знаете Верующие Где-то это Я не знаю Игнорируют Написано Горе обеспеченным На Сионе Возьми Слово Вооружайся им Это оружие Это меч Меч обоюдоострым Это тот меч Которым ты можешь Сокрушать врага Это тот меч Которым ты можешь Побежать Это слово Которым ты можешь Восходить на гору Для тебя Недосягаемое Знаешь Что Слово Сказанное в вере Оно проведет тебя По воде Знаете Петр Он сказал Иисусу Только скажи мне Это ты Все Я пойду И все Он пошел по воде Почему Потому что Он встал на слово Его Он не мог утонуть Он встал на слово Но потом Когда усомнился Он начал тонуть Давайте Откроем Матфея 34 стих 12 глава По рождение Агрессии Это Это то Что тебя Тянет Ко дну Это в конце Концов Тебя убьет Все что тебе нужно Тебе нужно разгрузиться Бог говорит Я не даю Бремена Неудобоносимых Знаешь Тебе нужно На вот эти На эту смерть На те слова Которые говорил Свою жизнь Или просто Или ту информацию Которую ты просто принял Тебе нужно поменять И Всю эту информацию Откинуть Бог говорит Я забываю заднее И простираю вперед Знаешь Бог хочет Чтоб ты выкинул Из своей головы Старые образы Старую информацию То на чем ты стоял Знаете Так часто мы стоим На том Что нас на самом деле Не держит В конце концов Это бутафория Знаете Когда дьявол Подошел к Иисусу И он искушал его В пустыне Когда у него были Трудности Он ему так же Говорил слово И он говорил Это слово Из писания Из книги Исаия Но он цитировал Ему писание И он искушал его Для чего Это слово Не было сказано Богом Это слово Было сказано Ну дьяволом Знаете Я понимаю Что Почему в Библии написано Без откровений Свыше народ Не обуздан Бывает так Что Люди берут Цитируют писание Для того Чтобы Тебя уловить Потому что Если тебе сказали Какое-то место Из Библии И сказали Аминь Алилуйя Все Ты начинаешь Прислушиваться И ты не испытываешь Бог говорит Испытывайте От Бога ли Ну не всякому Духу Верьте Иисус понимал Что Те слова Которые ему Говорит дьявол Это ну Не Божья информация Это искушение Понимаете Был такой случай Брату Пришли И рассказали ему Что Ты можешь Разбогатеть Но тебе нужна Мы тебе поможем Разбогатеть Ты же хочешь быть богатым Мы же братья твои Мы же верующие Вот у тебя папа умер Вот у него осталась Комната с общаги Ты ее продай Дай нам денег Мы сейчас крутанем И Потом тебе все И еще даже С избытком Эта информация пришла Очень неплохая Неплохая информация Прикинь У тебя квартира Комнатка все равно стоит А так ты как бы Дал Еще и с избытком получишь Да И они могли процитировать Ему какое-то местописание Да Вот Пускай эти хлеб по водам Я не знаю что там Короче Суть в том Что он потерял И квартиру эту И отношения с богом Разочаровался И И все И все Такая же информация Приходила к нам Нам люди говорили Ребята Вам надо продать свой дом И И И вот Построить что-то другое Знаешь Если Бог тебе этого не говорил Как бы сладко речь не текла И Какой авторитет бы тебе не говорил Тебе нужно четкое откровение от Бога Если тебе кто-то говорит Что Вот это вот Твоя жена от Господа Но если Бог тебе этого не говорил Тебе не надо вообще лезть куда-то Тебе нужно все испытывать Даже если у тебя появились какие-то чувства К примеру Да Ты увидел Ты увидел Не торопись Ну Говорить что-то Да Не торопитесь Надо все испытывать Юля Все надо испытывать Другое Вот представьте Вот Дима можете на секунду подняться Посмотрите Юль можете тоже Не Можешь стоять там Стань на секунду Не бойтесь Это не помолвка Это просто Вот представьте Вот представьте Что К примеру Дима что-то заметил К примеру Да Такую принцессу И Он ходит И ничего не говорит Ничего не говорит Как вы думаете Что-то произойдет? Ничего не произойдет Почему? Потому что надо Провозгласить слово Да Надо Что-то Загвоздить Что-то Утвердиться Подойти Поговорить По крайней мере Правильно? Сначала помолиться А потом Провозгласить слово Ладно Можете садиться Не переживайте Все хорошо Знаете В Библии написано Что слово Оно подобно Молоту Разбивающему Твое слово Оно имеет власть Если оно В Боге Твое слово Оно должно Исцелять Твое слово Оно должно Воскрешать мертвых Знаете Божьи помазанники Молятся За исцеление И говорят Просто слово Просто говорят слово Все Прозри Да Как Дмитрий Макаренко Вдохнул туда В рот Все Новые легкие Это же просто слово Просто слово И своими мозгами Ну как бы Думать Как оно вообще Может быть Как можно вот Воду Вино Обратить Это же просто слово Как такое может быть Вот как Знаете Всякое чудо Его можно объяснить Ну как бы Вино Оно может Воду можно превратить В вино Естественным образом Только на это Должно уйти Намного больше Времени Ты можешь Вылить воду Под виноградную лозу Вырастить виноград Там Подавить его Все Он там постоит Там Сколько там Пока не забродит И получится вино Это что же Это же Но это не будет чудо Да Если допустим У тебя насморк И ты Выздоровел Через неделю Через две Это же не чудо А если ты выздоровел Помолились Ты сразу выздоровел Это чудо Знаете Всякая материя В конце концов Она из звука Ну она из слова Вы понимаете Что слово Оно на самом деле Работает Оно имеет силу И В твоих устах Может слово Быть Божье Которое созидающее В твоих устах Может быть слово Которое тебя убивает Знаешь Если кто-то тебя Проклинает Тебе нужно говорить Слово исцеляющее Слово Покрывающее Слово защищающее Твое слово Оно должно быть Всегда приправлено Солью Слышите меня? Твое слово Оно должно Исцелять людей Твое слово Оно должно Приводить людей К покаянию Есть слово Которое разрушает Которое убивает Давайте последнее Местописание Вот смотрите А не последнее 19 стих 13 глава И ко всякому Слушающему О царстве И неразумеющему Приходит Лукавый И похищает Посеянное Из сердца Его И вот Кого Означает Посеянное При дороге А посеянное На каменистом Означает Того Кто слышит Слово И тотчас С радостью Принимает Его Но не имея В себе Корня И непостоянен И когда настанет Чарство сработало Для кого-то Не сработало Почему Очень много Зависит От слушающего Куда ты Это слово Помещаешь Знаете Вот кому-то Проповедуют В мусоне Кто-то Принимает Тыкается А кто-то Говорит Да мне Это не надо Вообще И написано Что слово Оно не принесло Пользы Слушающему Почему Ты пренебрег Этим Знаешь Ну В Библии Написано Люди В последнее Время Будут Более Сластолюбивы Чем Боголюбивы Люди Так часто Они выбирают Знаете Такой Фастфуд Им не нужно Основания Им нужно Все быстро И сейчас Им нужно Все вот так Ну как бы По телефону Ну знаете Слово Божье Оно вечно Оно непоколебимо Это то На чем Ты можешь Стоять И то слово В которое Тебе ведет В вечность Понимаете Давайте Последнее Местописание Прочитаем Итак Братья мои А Послание Якова Первая глава С девятнадцатого стиха Итак Братья мои Возлюбленные Всякий человек Да будет скор На слышание Медлен на слово Медлен на гнев Тут описано О том Что Всякий человек Пусть будет готов Чтобы принимать Информацию От Бога И медлен на то Чтобы роптать Знаете Медлен на то Чтобы роптать Мы так часто Знаете Слышим слово И говорим Ну Кого-то Бог исцеляет Если в Библии написано Ранами Я исцелен Ну Кого-то Он исцеляет А меня Он не исцеляет И мы принимаем В свою жизнь Информацию о том Что для меня Это не работает Ну Я в это Не верю И знаете Мы получается Делаем Бога Что Его слово Оно не работает В твоей жизни Почему И мы разочаровываемся Как вы думаете Почему Будьте Скоры Смесь Это правильно Было Сделано Слово Оно должно быть С чем-то соединено Оно должно быть Соединено С твоей верой Оно работает Только тогда Когда у тебя Есть вера Сколько-нибудь Можешь веровать Веруй Бог говорит Сколько-нибудь Можешь веровать Ты получишь Получишь исцеление Получишь чудо В своей жизни Сколько Хотя бы немножко Сколько-нибудь Можешь веровать Веруй А вера Она отслышанная Друзья мои Слово Оно на самом деле Божье слово Оно работает Все что тебе нужно Соединить его с твоей верой Понимаете, нет? Ибо кто слушает слово и не исполняет Тот подобен человеку, рассматривающему Природные черты лица своего в зеркале Он посмотрел на себя, отошел И тотчас забыл, каков он Но кто вникает в закон совершенный Закон свободы, прибудет в нем Тут будучи не слушателем забывчивым Но исполнителем дела Блажен будет в своем действии Друзья мои Все, что нам нужно Слово запустить очень глубоко Знаете, нам нужно просто стать И пустить корни Нам нужно просто утвердиться в нем Слово Божье это камень, на котором ты можешь стоять Откровение Божие это твое основание В твоей жизни Праведник написано, верующий будет Во что? Верующий в Бога, верующий в Слово Иисус написано Слово стало плотью И что в твоей жизни что-то происходило Чтобы Бог что-то делал Слово Божье оно должно соединяться с твоей верой Бог хочет втворить в твоей жизни все новое Но в твоей жизни не происходит это по той причине Что с верой оно не соединяется Может ты исполняешь какие-то дела Может ты еще какие-то исполняешь какие-то ритуалы Но у тебя нету отношений с Богом Но ты не видишь Его творящего Знаете, Иисус очень нуждался в Боге Чтобы получить откровение от Него На каждый день в своем служении И то, что Он делал То, что Он воскрешал Исцелял, освобождал Он увидел это у Отца И Он получал Слово от Отца своего Знаете, друзья мои Та же самая позиция Мы должны получать Слово от Отца И стоять на нем Я победитель У тебя должно это быть внутри Это ты Ты победитель Во Христе ты не можешь быть проигравшим Знаете, ну так часто мы принимаем В свою жизнь ложь И мы сами говорим на себя Я проиграл Я ничего не могу У меня ничего не получилось Вот у всех получается У меня не получается Это твоя вера Но это не Божья В Библии написано Имейте веру какую Есть вера твоя Есть вера Божья Она другая Она живая Она работает А твоя вера Она человеческая Она ограниченная